нравится то что говорю возьмите и удалитесь заблокируйте мой канал и больше никогда ко мне не приходите вам что-то не нравится что мало там кого слушать что когда в свое время иисус христос умирал и он пришел к своим ученикам первый разговор состоялся у него с петром петр был первым пришел к иисусу христу а как известно последним был знаете коми иуда и первым был петр петр пришел к нему это было вечером они находились вечером деревне был теплый день и как раз перед пасхой и сказал ему иисус христос буквально он сказал ему вы все меня придадите и ты придашь том числе но не бойся когда меня распнут я после этого смогу воскреснуть это произойдет на такой-то день у тебя есть вопросы петр ему сказала как же я как же все остальные он говорит послушай даже когда меня не будет все сказанное тобой мне мной будет услышана и передана на прямую отцу понятно и он говорит поэтому я даю тебе и дальше он сказал слово преемственность прямую передачу посвящение по-русски и петр основал в дальнейшем церковь которая называется католицизм почему потому что папа римский это преемник той передачи которая в свое время была передана иисусом христом петру петра как известно вниз головой похоронили знаете эту историю именно поэтому папская церковь имеет вид перевернутого вверх тормашками креста то есть нам кажется что это сатанизм какой-то на самом деле это не сатанизм это петровский крест иисуса христа распяли его распяли как мы видим петра распяли вниз головой и он умер за счет того что его распяли на кресте который стоял так что ноги были вверх а голова опиралась вниз и он в этом состоянии умер но те люди которые шли за петром они подчинялись петру как человеку которому передали и церковь произошла от петра и считается что все чему молятся молитвы эти приходят к папе а папа просит за что-либо напрямую у иисуса христа православие и много другую историю имеет православие было православие был иоанн иоанн летописец он же назывался иоанном богословом и иоанн богослов это дополнительная взятая как второе как дополнительный текст взятый как дополнение к евангелие где иоанн богослов верующий человек написал историю о том как каждый вечер к нему выходит иисус христос и обращается чтобы он передал эти знания христианам где он рассказывает о том как креститься какой будет ад как это будет происходить и так далее и это в христианской православной церкви взята как основа религии или построения православной религии как бы дополнительная книга католицизм не воспринимает из-за этого православную церковь считая ее отступнической и как бы неправильно но тем не менее что происходит в церкви в церкви происходит вот что в церкви человек говорит что-либо и считается что то что человек произносит в церкви может быть услышана богом напрямую почему это дома не происходит считается что дома человек может общаться только с просьбами которые может услышать но это выглядит приблизительно так рупор это церковь а дома ты просто без рупора поэтому если один человек среди миллиона начинает или миллион человек сидит и тихо произносит сделай то сделай то сделай то в итоге не слышно никого а если из ста человек кто-то заходит и берет и ста человек встает один и кричит в рупор то тогда его слышно ну вот где-то приблизительно так это все и работает хочется в церкви пожалуйста